за 10 лет очень много про локомотив было сказано написано вот даже книги есть вот чемпионы наших сердец другие замечательные литературы фирмы снимают вот но один момент у меня по крайней мере такой остается немножко в тени и незаслуженно это день президента кхл такой самый страшный день президент кхл потому что ни одному управленцу ни одному человеку не пожелаешь такого когда ты когда с тобой случается ты должен все это разгребать и вы с достоинством из этого все вышли но мне интересно ваши чувства и поступки в тот день он как начинался я я был в тот день с вами в уфе была пресс-конференция в четыре часа я на ней сидел тоже слушал вас спонсоров как начинался день для вас на несколько дней весь хоккейный мир и вся страна впали в состояние шока и даже сегодня оказываясь на арене локомотива возле мемориала в туношне на леонтьевском кладбище многие не могут задержать слез тот локомотив помнят спустя 10 лет да мы все жизнерадостные улыбались хорошего огня придавали не были бы наверняка числе соискателей кубка но если он сказал так будет так она будет такое ощущение что до сих пор продолжает во мне как-то заботиться в тот день 7 сентября на я похоронил там четыре десятка своей грудь более от этой трагедия заживающая рана она никуда не делась мы поехали следствием как раз там и вот это вам сказали короче она в пакете была она оказывается рванная была саша веля и зашивала отдельно была в пакете 2 сентября 2011 года под ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея самолет як-42 авиакомпании як сервис должен был совершать международный чартерный рейс по маршруту ярославль-минск на его борту была хоккейная команда локомотив он начинался праздничная поскольку начало нового сезона кубок открытия два финалиста кубка гагарина салават елаев атлант командах много классных хоккеистов все как обычно в первый день в таком приподнятом состоянии праздничная атмосфера большое количество гостей руководителей республики города уфы уфа принимала как обычно очень очень хорошо все организовано все что нужно сделать для для кубка открытия сделаны все предвкушение этого матча потому что он задает тон тонна сезон и мы видим что эта традиция работает матч авангарда цска еще раз подтвердил насколько эти матчи важны их как и что хорошо начинать сезон именно такими встречами ну и потом я если когда я был на пресс-конференции вот это меня даже мысли несколько раз было вот потом уже вот если бы я допустим сидел в зале и по телефону бы увидел что это происходит ну это не знаете там сидите вот я бы даже не решился задать вопрос об этом сообщить потому что это не совмещается жизнь и смерть как вы об этом узнали то что я пошел к методскую гудку и пошли вниз бросать шайбу кто сообщил какой момент дима курбатов сообщил что катастрофа самолетом но при этом не было полной информации и конечно всегда теплится надежда что что станутся живы и тем более прошла такая информация что что все живы что потом что часть живы ну а потом когда уже я получил звонок и по-моему из разу авиации и стало ясно что надежды надежды нет а матч матч уже идет первый период шага да и поэтому надо было принимать быстрое решение я посчитал необходимо что сначала обратиться команды в перерыве перерыве что что будем делать и был 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 один из вариантов что играть в честь в честь команды этот матч но все-таки большинство я их абсолютно понимаю поддержал это что в таком состоянии ведь в самолете были друзья настоящие друзья ребята друг друга друг друга знали долгие долгие годы кто-то играл вместе в одних командах командах и большинством было принято решение что играть нельзя когда это решение было принято надо было сообщать зрители которые-то заполнили заполнили арену не было ни одного вас вам одного места не что говорится яблоко упасть и я посчитал своим долгом и обязан хотя это конечно очень тяжело выйти и объявить и реакция реакция зрителей было абсолютно адекватной абсолютно хотя многие люди уже плакали но те те аплодисменты которые поддержали решение не играть не доигрывать этот матч не не отразили что все-таки горе наши наши люди они сплачиваются действительно горе потому что потерять такую команду с этим трудно до сих пор мириться но после уже были я сейчас немножко немножко приостановлю потому что мне хочется немножко отмотать назад потому что я пересматривал это видео как раз перед нашим разговором и вы выходили на лед два раза то есть вы вышли сначала об этом сообщить когда вам позвонили из россавиации сказали мы проведем совещание с командами поймем что нам делать дальше и вы вышли потом второй раз сказали что матч отменяется и вот когда вы первый раз выходили то есть уже мне кажется даже на трибунах никто толком не знал знаете вот человек который приносит такую весть что вы чувствовали тот момент у вас ну не знаю там лед уходил из-под ног потому что я вот смотрел это видео вы там не знаю как можно было кто поменял что-то говорить вообще а вы нашли слова вот самый первый раз вот это ну то что я считал обязанным сделать это потому что с людьми надо разговаривать чтобы не происходило и и то что пришлось два раза выходить на лед после того как было принято такое решение то и все ждали что никто не ушел ни один человек не ушел да хотя это заль занял немного времени хотя там минуты тянулись бесконечно но то что поддержали нас болельщики что нельзя нельзя в такой ситуации проводить матч и ну это было только первое первое что потом предстояло предстояло обсуждать и решать и тут конечно уже подключились очень-очень многие вот главная была тема вот а что лучше собрать команду да да клубы сами без всяких вопросов выражали готовность делегировать делегировать игроков лучших локомотив в том числе да лучших хоккеистов ребята сами готовы были ехать и играть и играть некоторые говорили что они готовы играть там за минимальную зарплату вот потому что ну за этим мнением стояло что нельзя нельзя прервать вот существование локомотива даже на один год но вот после обсуждения и с и с и с клубом и с Юрой Яковлевым из для которого это тоже конечно страшно страшное горе было он же предполагалось что он полетит на этом самолете и для него это было наверное особенно тяжело в такой ситуации и он к своим хоккеистам как к детям относился да и здесь и руководство области и руководство города тоже было готово хоть по любому варианту действовать чтобы это было было и правильно воспринято и самое главное чтобы вот имя локомотив не исчезало с хоккейной карты но потом все таки было принято решение что сделать сделать перерыв не играть в КХЛ готовить команду к следующему сезону я очень хорошо помню когда проводился через год матч памяти памяти локомотива и собрались наши многие звезды ветераны действующие игроки и тогда сначала матч проходил в абсолютной в абсолютной тишине полный стадион он больше пол периода был если я не ошибаюсь абсолютно в полном полном молчании и вот это время почтение памяти погибшей команды это тоже никогда не уйдет из моей памяти потому что потом когда трибуны тяжели и стали болеть за ту или иную команду а болели за хоккей не болели там против кого-то и это было вот возвращение локомотива в КХЛ это очень символично и я хочу отметить что и область и город и администрация президента делали все чтобы чтобы локомотив не только не исчез с хоккейной карты России но и оставался сильным клубом сильной школы в те дни было принято решение о создании академии хоккейной которая уже работает и здесь не было никаких бюрократических проволочек все делалось быстро каждый на своем на своем уровне не не ждал одобрений а делал то что то что надо и прошло десять лет но это как будто произошло произошло вчера когда матч остановили куда надо было ехать вам то есть не знаю в церковь на место катастрофы куда надо было идти в первую очередь никаких поймите здесь же нет никаких игламин нет просто не интересно куда первые шаги мы на следующий день полетели все полетели в Ярославль оставались там до похорон обсуждения которые тогда тогда шли ведь надо было чтобы забота забота о семье чтобы она никуда не была отложена да мы знаем как как иногда бывает тяжело между родственниками но за я не хочу называть имен но за редкими исключениями все делалось очень по-человечески и даже и потом последствия были найдены найдены такие компромиссные решения касающиеся они неизбежны финансовых вопросов наследственных вопросов и не надо забывать что ведь шла борьба за жизнь одного из игроков но еще и инженер или бортинженер который который они были в тяжелом положении если галимов он боролся за жизнь и все делали все мобилизовали все медицинские силы и в россии и за рубежом но к сожалению ожоги оказались несовместимы несовместимы жизни но сила воли галимова который боролся до последнего за то чтобы жить это тоже конечно держало напряжение в диком всех всю страну всех болельщиков и я думаю что даже те кто никогда не смотрел никакие не интересовался игроки это трагическая история она показала им насколько хрупка все-таки человеческая жизнь и потеряли же игроков не только российских девять стран там девять стран многие игроки с тяжелейшей судьбой как усыновленный вратарь лифт который который вот все ведь приехали играть в локомотив стремясь туда и истории из Ткаченко который уже фактически перед вылетом оказал благотворительную помощь и он никогда о ней не рассказывал он делал это не для того чтобы быть казаться благородным он был благородным человеком и и по отношению к жизни к хоккею чего часто бывает не хватает нашим хоккеистам в том числе молодым ну и я думаю что и и все кто играл в хоккей в то время или уже закончил или только собирался играть а фактически те кому было 20 лет в то время сейчас они уже на закате своей карьеры век хоккеиста очень короткий это заставило всех их задуматься и об отношении к жизни об отношении друг другу и отношении к делу которым ты занимаешься и вот эта трагедия она она не прошла без последствий в том числе и по по регламентам к хл в отношении требования к авиапарку как раз у меня об этом был вопрос потому что я знаю что атлант уехал на автобусе то есть они все боялись летать все команды боялись летать и вы приняли решение что нужно пересаживать на новый авиапарк и лига будет контролировать это мы вот мы с росавиации об этом говорили и они сделали свое дело по требованиям к самолетам и клубы сами тоже стали относиться к этому более более жесткое более в отношении в отношении перевозок потому что риски риски есть везде и на дороге и в море и в воздухе но обязывалось всех и каждого сделать все чтобы эти риски минимизировать если не устранить их совсем что невозможно пожалуй но сделать так чтобы эти риски были сведены к минимуму и и в память о ребятах в том числе чтобы чтобы не было больше таких ситуаций все все работали гораздо гораздо строже гораздо жестче это это из этого нельзя нельзя двигаться дальше много лет шло расследование по этой ситуации с самолетом вот куча бумаг написано если в двух словах для для вас в чем была трагическая ошибка что пилот жал одновременно газ и тормоз ну я же не буду сейчас цитировать не то что цитирует но буквально заключение да как я я сам неоднократно путешествовал на самолетах як-40 як-42 и эти самолеты считались одним из самих надежных наших в нашем авиапарке из того что я читал что есть особенности управления самолетом як-40 як-42 и один из пилотов свою основную карьеру летал на другом самолете начал летать на як-42 не так давно перед этой тракеди но это все были опытные пилоты с большим большим налетом и я считаю что нельзя тем более сейчас кого-то обвинять потому что официальные заключения сделаны и с этим приходится жить у вас была мысль что чемпионат КХЛ станет на очень большую паузу по-моему 4 дня возникло это окно остановили чемпионат КХЛ календарь сломался что с ним делать дальше было какие были мысли нет ну то что чемпионат отменить или остановить это такого такого не было было просто взято время да и для того чтобы проститься с ребятами потому что вот церемония прощания заняла не один час и все кто хотел а таких было тысячи из хоккейного мира и не из хоккейного мира все все приехали и могли проститься с ребятами так же как и есть традиция у клубов посещать ими местные трагедии и мемориальные кладбища то есть все ребята и клубы помнят и делает это от души и поэтому вопрос даже не поднимался о том что давайте мы не будем дальше играть но вот время для прощания было было выделено а параллельно шла работа по по ужесточению требований к чартерным перевозкам спортивных команд да и к регулярным рейсам потому что каждый каждый инцидент не то что трагедия каждый инцидент каждая авария какая она была бы нелегкая или тяжелая она по действующим регламентам проходит вы знаете что иногда целые все самолеты с которыми что-то случается их ставят на прикол до до выяснения обстоятельств чемпионат был возобновлен был до игры правильное решение что 7 сентября сначала не играли потом начали играть в принципе это мне кажется время прошло и находятся другие там мы здесь этот это эта тема была сразу обсуждена с хоккейным клубом локомотив это и по их просьбе сначала не играли ни одна из команд КХЛ не играла потом не играл только локомотив потом по просьбе того же локомотива исходили из того что вот после того периода который прошел то уже настало то время когда можно и даже будет более более сильно вспоминать команду в дни матча локомотива в день матча открытия локомотива в этот в этот день и это при этом не отменяет ни ни посещение ни местной трагедии ни кладбища и я думаю это даже действует более остро а то что это было сделано вот именно по просьбе хоккейного клуба локомотива тоже понятно почему именно так развивались события да они все жизнерадостные улыбались хорошего огня придавали были бы наверняка в числе соискателей и но если он сказал так так оно и будет такое ощущение что он продолжает во мне как-то заботиться в тот день 7 сентября похоронил там четыре десятка своих друзей боль от этой трагедии заживающая рана она никуда не делась это боль никуда не уйдет и уходить от нее не читая несмотря для меня это неправильно наоборот хочется убедиться в том что авторы книг или статей или или кинопроизведений что они чутко отнесутся к этой теме что не будет никакой никакой пошлости никакой грязи и будет это жизненно поэтому я естественно посмотрю посмотрю этот фильм очень надеюсь что у авторов хватило и деликатности в определенных темах и вопросах и то что они были искренне у меня нет сомнений что они делали это самыми лучшими побуждениями но очень хочется надеяться что что им удастся это послужит вот тому что вот в этом мемориале памяти который состоит из миллионов миллионов вкладов каждого человека в его действиях его памяти как говорится что пока мы помним ушедшие они с нами они же живут и если это произойдет это будет очень хорошо ну а то что у нас без критики ведь ничто не обходится поэтому главное чтобы не было злобы не было озлобленности хотя тема конечно очень деликат особенно для родных близких друзей вот для меня это тоже очень важно поскольку я знал лично очень многих и такие из того локомотива и потеря их для меня это личная трагедия уточни напоследок фраза самый страшный день в жизни президента самый страшный день в жизни Александра Медведева или вообще уйти от этой фразы как вы это воспринимаетесь ну вот в роли президента КХЛ не было более трагично и страшно не никакие поражения любой команды любой сборной при всей при всей разочарованности расстройстве они не могут сравниться с этой жизненной трагедией это был это был страшный день спасибо вам большое спасибо за то что с достоинством вышли из этой истории и трагедии и спасибо вам за этот разговор помним о локомотиве